В частной Слободзе у питомника Лукашева из-за пожара без бани осталась многодетная семья. Огонь появился днём, когда никого из взрослых дома не было. Возгорание заметили соседи. Они наперебой звонили пожарным, но хозяйка появилась тут раньше спасателей. Это было чистой воды совпадение. Подходя к дому, она увидела столб дыма и с нехорошим предчувствием ускорила шаг. Вот с работы я ещё и смотрю издалека дым. Я и взялась сюда, думаю, что такое что происходит у нас на районе. Вот с работы вот иду. И то, это меня отпустили ещё рано. Первые расчёты на месте возгорания появились минутой позже. Огонь охватил баню изнутри. Площадь пожара была оценена в 15 квадратных метров. Наиболее вероятную причину ЧП хозяйка назвала, не задумываясь. Парная используется не только как место для мытья, но и задействована в пополнении семейного бюджета. Это своего рода место подработки для супруга. По прямому назначению баню использовали неделю назад. Однако огонь в печке, у которой отваливалась дверца, разводили этим утром. Женщина работает санитаркой в первой краевой больнице. Заработная плата её невелика, а в конце года горожанка ждёт появления ещё одного ребёнка. Глава семьи не гнушается любыми заработками. Семье, чтобы прокормиться, приходится собирать даже алюминиевые банки из-под напитков. Так у нас с детей целая куча сил, занимаемся, чем мы можем, воспринимать железо и металл и всё. Ну, старшему 8 лет, дочке 7 лет, младше 4 года и 3 года. В день, когда произошёл пожар, глава семьи обжигал в банной печке медные провода. Избавлялся от изоляции, чтобы сдать жилы из цветного металла в скупку. На месте пожара он появился в финале тушения. Мужчина сообщил, что перед уходом всё проверял и был уверен, что в топке углей не осталось. С места происшествия Денис Коршунов, Татьяна Шамбурова и Павел Рогатин.